Дома по адресу город Собинка, улица Комсомольская, дом 5А и улица Комсомольская, дом 7, открытые. Этого момента много лет ждали больше сотни жителей Собинки. Многодетная мама Светлана Девичинская уже придумала, как обустроить новую трёхкомнатную квартиру. Это будет детская для мальчиков. Там в следующей комнате у нас уже будет для девочек, чтобы она была как бы отдельно. Ну а зал останется папе с мамой. Приняв подарки от местных властей, новосёлы рассказали губернатору, в каких условиях им приходилось жить в ожидании переезда. Шестеров будет 13 метров. Ну, как все. То есть 13 метров это даже меньше, но точно, чем вот эта вот комната. Нам не постоянно пришлось там жить, мы на съёмной квартире жили, да. Потому что невозможно было 13 метров жить. Когда у нас родился уже третий потом. То есть была надежда на переселение, конечно. Дома для переселенцев из аварийных домов построили в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» и областной адресной программы. В них больше 70 квартир. Около 50 из них займут жители аварийных бараков и старых Собинских казарм. В одной из них в прошлом году обрушились перекрытия. Показывая своё старое жильё, новосёлы говорят, наконец-то жизнь, как на пороховой бочке, осталась в прошлом. Даже слышно было, как что-то трещит. Вот плиточка на потолке как будто отслаивается. Трещина. Я просто одним утром проснулась, вот как увидела. Она была, вот представьте, вот на такой, допустим, сантиметр на 10. А тут вдруг она ещё выросла два раза. Ну, терпели, ждали, верили. В новом районе для новосёлов современная школа и детский сад. Весной здесь посадят деревья и разобьют клумбы. Дома современные, комфортабельные, причём с новыми технологиями. Вот сегодня, когда мы посещали эти квартиры, мы обсуждали, что здесь идёт индивидуальный подход к каждой семье по планировке. Это и стеклопакеты, это индивидуальные котлы, стоящие в каждой квартире. Поэтому вот сегодня мы посмотрели, качество жилья находится на очень высоком и достойном уровне. И вот это пример для подражания. 14 квартир в этих трёхэтажках муниципалитет купил для многодетных и малообеспеченных семей в общей сложности. На улучшение жилищных условий Собинцев потратили больше 100 миллионов рублей. Блакали, ждали, когда вот будет наше, дождёмся мы этих квартир. И вот, слава богу, сегодня мы этого дождались. Большое вам спасибо всем. Я не могу даже, пусть мне сейчас слёзы выступят. Спасибо большое всем. Да, вручаем, и когда строим дома, особенно вот, когда видим результат, у каждого такое трепетное ощущение радости. Вот, знаете, за пять лет у нас в городе построено 10 многоквартирных домов. Это немалый объём. Берегите то, что вы сегодня получите. Потому что в наше время получить жильё – это очень действительно радостно и сложно. В будущем программа переселения людей из аварийного жилья будет продолжена. До 2024 года регион направит на эти цели больше 4,5 миллиардов рублей. Оксана Любимова, Дмитрий Шаталов, Губерния, 33.